Приветствую вас, я постараюсь ответить на ваш вопрос наиболее полно, не споря со своими коллегами, не противопоставляя им своё мнение, но, тем не менее, высказывая свой профессиональный взгляд на вашу проблему. Итак, я много раз слышал и читал, что все неудачи, постоянной депрессии, отращения к отражению в зеркале, лень, отпутствие личной жизни друзей, всё это из-за нелюбви к себе. Ну, во-первых, если вы читали, то сразу нужно понять, где вы читали. Если вы слышали, то сразу нужно понять, где вы слышали, от кого вы слышали. Потому что, смотрите, неудача – это негативный родительский сценарий, который называется, например, «Ты никогда не добьешься успех». Негативный родительский сценарий формируется до 6 лет у ребёнка, его нужно отслеживать и менять. «Как?» – это уже другой вопрос. В зависимости от степени, там, в зависимости от формы того, как родители внушили подобное, применяются разные способы. Дальше. Постоянные депрессии. Депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом и по назначению врача выписываются лекарства и рекомендуется, в том числе, терапия. Например, психотерапия, иногда и телесная терапия и так далее. То есть, депрессия – это болезнь. Отвращение к отражению в зеркале. Это непринятие себя. Не нелюбовь к себе как-то таковая, а именно непринятие себя. То есть, когда вы не любите отражение себя в зеркале, вы не принимаете себя, потому что вам внушали, что вы некрасивая, что вы не такая, что вы должны быть другой. Заставляли вас сравнивать себя с другими людьми, вас сравнивали с другими людьми и так далее. Это субъективные аспекты. Понимаете? Субъективные. А объективные заключается в том, что вы сами берёте на себя ответственность за то, что не принимаете своего отражения в зеркале. Вы сами когда-то решили не принимать себя такой. Вы сами когда-то решили, что в вас что-то плохо. Естественно, сами вы решить этого не могли. За вас это решили либо другие, либо через опыт, ну, либо через взаимодействие со значимыми для себя фигурами. Да? Дальше. Лень. Лень – это отсутствие мотивации. Что есть? По сути, лень – это один из первых признаков депрессии. Ну, это даже не признак депрессии. Это необходимые условия для депрессии. Лень. И лень – это отсутствие желания что-либо делать. Значит, подавление своих собственных желаний. Потому что, например, вы хотите что-то сделать. Но вы знаете, что у вас это не получится. Так говорили вам, например, родители. Вместо этого вы должны делать то, что хотят они. Но вы этого тоже делать не хотите, потому что понимаете, что это для вас чужое и вам это не подходит. И, соответственно, вот человек попадает в состояние лени, в состояние апатии. Соответственно, нужно отсеять желания других людей и разрешить себе хотеть того, чего в действительности хотите. То есть, убрать запрет. Убрать запрет в зависимости от того, какой он степень, ну, то есть, какая степень у этого запрета есть. Далее, отсутствие личной жизни. Отсутствие личной жизни связано с отсутствием гендерного поведения. Иными словами, в вашем случае, это отсутствие женской модели поведения. Именно отсутствие женской модели поведения приводит к тому, что у вас нет личной жизни. То есть, мужчины с вами не чувствуют себя мужчинами, а вы не чувствуете себя женщиной не только с ними, а вообще, потому что вы не выбраны, какая вы женщина, потому что ваша мама, вероятно, с вами женщины не была, была только мамой, либо, ну, либо у вас плохие с ней отношения. Далее, друзья. Отсутствие друзей, это тоже момент довольно такой деликатный. Дело в том, что друзья, это когда вы вместе проводите время, вместе развлекаетесь, вместе с чем-то занимаетесь, вот, но при этом еще и помогаете друг другу. Все это зависит от того, насколько вы готовы делать что-то для других, просто, да, и насколько у вас широкий спектр интересов, насколько вы, ну, развиты, насколько вы эрудированы, многосторонне и так далее, и так далее. Так что, как видите, причины абсолютно разные. Вы говорите, все кругом только и говорят, начни любить себя, полюби себя. Ну, я не знаю, кто это говорит, но однозначно советов людей скучно и стоят. То есть сказать, на самом деле, полюби себя, очень просто, а вот как-то сделать, действительно, довольно сложно. Ага, подумайте сами, что есть любовь? Почему вы говорите, как дать этот пинок? О каком пинке идет речь? Если о волшебном пинке, то это немножко не про любовь. Любовь – это принятие, безусловное принятие в себе. Вот то, что мешает вам себя принять, то, что вы считаете в себе плохо, и является блоком для любви к себе. Блок устанавливают тех, кто, ну, кто был и есть в вашем окружении. Как закрыть глаза на серость вокруг? Серость вокруг не имеет отношения к любви к себе, и серость вокруг не имеет отношения к тому, что у вас внутри. То есть, если у вас внутри все серо, если вы внутри себя не принимаете там постоянные конфликты и проблемы, то, где бы вы ни были, у вас точно так же вокруг будут конфликты, проблемы и серость. То есть, серость вокруг – это особенность вашего восприятия. Это своего рода, как бы, вы – это признак, через который вы воспринимаете окружающего. Если вы настроены на негатив, то все вокруг, где бы вы ни были, всегда будет негативно. Если вы настроены на позитив, если вы принимаете себя, то все, где бы вы ни были, все будет лишь просто продолжать то, что вы сами чувствуете. Далее, мне 26 лет, я очень хочу семью. Зачем? Почему у вас основная цель 26 лет – это создание семьи? Что должна, по вашему мнению, дать вам семья? Какое желание ваша семья должна исполнить? Сначала человек рядом. Зачем? Опять же, для чего вам рядом человек? Понимаете, когда вы хотите семью, когда вы хотите человека, вы невольно создаете образ. Образ, который составляет ваши желания. И эти желания вы проектируете, накладываете на других людей. Таким образом, люди либо соответствуют вашим ожиданиям, либо нет. А поскольку реальный человек всегда далек от образа, то вы испытываете одно лишь только разочарование. Ну и опять же, если вы себя не принимаете, то, соответственно, вы не можете полностью принять другого человека. А значит, построить отношения вы также не сможете до тех пор, пока не примете себя. Потому что только приняв себя, только перестав считать, что вы плохая, только увидев причины своих неудач, только нажав любить свое отражение в зеркале, вы сможете любить других. И уж точно вы сможете быть хорошей женой и матерью в семье. Ну подумайте, если вы вот сейчас, при вашем состоянии, создадите семью, какой вы будете женой и какой вы будете матерью. Ну вот. Далее, значит, не первого попавчивости, естественно, потому что я не хочу кого-то переделывать. А почему вы это сказали? То есть, вот вы говорите, я не хочу кого-то переделывать. А что, приходилось? Если приходилось, то какую цель вы преследовали, переделывая кого-то? Не хочу потом жить с натянутой улыбкой. А что, кто-то уже жил с натянутой улыбкой? Или, может быть, вы жили с натянутой улыбкой? Откуда такие знания? Откуда такой опыт? Ага, знаете, для кого-то отношения по расчету проще и легче, чем отношения на эмоциях. Вам нужно сделать свой выбор. Если вы хотите отношения на эмоциях, то, ого, нужно, нужно, сперва, обрести эмоциональный комфорт и эмоциональную гармонию в себе. Грубо говоря, развить в себе эмоциональный интеллект. То есть, отслеживать, уметь отслеживать и знать, почему вы испытываете те или иные чувства. И перестать винить во всем других людей. И ответственность нести только за себя. Ну вот. Соответственно, принять себя сразу каким-то единым волшебным способом вы не сможете, потому что для этого волшебных способов нет. Если бы были волшебные способы, не было бы психологии и не нужны были бы психологи. Этот способ вы найдете вместе с психологом, если выберете его и начнете с ним работу. Принятие себя это процесс, это процесс не самый быстрый, но при должном вашем желании, при усердии, при старании у вас все получится. Но, на мой взгляд, сейчас вы стремитесь к тому, чтобы доказать себе и другим, что вы недостойны любви, что вы неудачница, что вы ничего не можете. Потому что ваш вопрос задан так немножечко с определенной долей агрессии, с определенной долей эмоций, с определенной долей отчаяния, я бы сказал даже. Нет ощущения, что вы готовы именно разбираться сейчас, у меня такое ощущение, что вы хотите получить один волшебный совет, который моментально даст вам возможность себя полюбить. Увы, такого нет. Если вы готовы разбираться со своими родительскими отношениями, детско-родительскими отношениями, со своей моделью женского поведения, со своей социальной ролью, со своими жизненными целями, с тем, чего вы хотите, со своими желаниями, все это можно сделать. И тогда вы обретете ту самую гармонию, гармонию в себе, которую можно назвать любовью, любовью к себе. Любовь к себе это не то же самое, что любовь к другому, но любовь к себе это обязательное предпринятие и забота. Вот и подумайте, все ли вы в себе принимаете и как много, как часто вы о себе заботитесь, действительно заботитесь, то есть действуйте не во вред себе. Я бы не назвал ваш вопрос, который вы сейчас задаете, заботой о себе. Я бы назвал этот вопрос наоборот, еще одной подсознательной попыткой доказать, что это сделать нельзя и что люди, о которых говорят, не правы. Вы поймите, эти люди, они, может быть, и правы, но они не знают, о чем говорят. Так же, как не знаете, о чем говорите вы употребляя слово депрессия, например, или говоря постоянные депрессиии. Вы не знаете, о чем вы говорите, но вы это говорите. То же самое и люди, понимаете. Поэтому не то, чтобы они не правы. Формальная правота, да, она может быть и есть, но она никак не помогает вам. Потому что у вас своя история, у вас свои обстоятельства, у вас свой жизненный путь, который требуется анализировать. Но я полагаю, что для начала надо бы сформировать то, чего вы хотите от психолога. То есть не просто взять и полюбить себя, да, а более конкретный запрос. Именно с него уже пойдет работа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok